Здравствуйте, уважаемые соотечники! Я начинаю свой прямой эфир, и сегодня я хотел бы его посвятить не только акции, митингу 6 июля, но и рассказать о том, что я вчера озвучил в прямом эфире «Активисты ДВК» в чате Телеграм. Я впервые озвучил о том, что правительство демократического выбора Казахстана спишет кредиты, связанные с потребительским кредитованием. Ранее, в конце прошлого года, я озвучивал, что когда правительство ДВК придет к власти, мы спишем ипотечные займы на кредиты с стоимостью жилья до 30 миллионов тенге. Тогда было много разговоров и критиков, когда говорили, что вот сумма большая, откуда вы возьмете деньги. Я сейчас хочу сначала несколько слов сказать об ипотечных займах, затем о потребительском кредитовании, ее размере и рассказать более подробно о ресурсах, каким образом будут списаны эти займы. Потому что, хотя я многократно объясняю, откуда будут средства, каждый раз появляются новые люди, которые недоумевают, не могут понять, во-первых. Во-вторых, есть люди, которые считают, что такой шаг, он неправильный, несправедливый, что есть люди, которые не брали кредиты. Как быть с этим? Вот. Ну, собственно, я хотел бы сегодня все эти вопросы озвучить, проговорить и объяснить. Итак, буквально накануне этого прямого эфира я озвучил и опубликовал данные, которые известны, публичные, о размере ипотечных займов. Ее размер по официальным данным составляет 1.1 триллиона тенге. Это порядка чуть более 3 миллиардов долларов США. То есть, весь ипотечный займ, ипотечный рынок кредитования банков второго уровня составляет порядка 3 миллиардов долларов. И программа ДВК говорит о том, что то жилье стоимостью до 30 миллионов тенге, кредиты на этот объем будут списаны. Почему именно 30 миллионов тенге? 30 миллионов тенге – это сумма менее 100 тысяч долларов. Как правило, такие займы брали люди, которые имели относительно, так скажем, средний доход. Средний доход, ну, может быть, даже реально ниже среднего. И эта программа предполагает оказать помощь тем людям, которые брали такого рода займы. Это брали деньги небогатые люди, именно средний класс и ниже среднего класса. То есть, вот, собственно, в чем суть идеи поддержки программы демократического выбора Казахстана. И понятно, что в общем объеме ипотечного кредитования на 1,1 триллиона тенге, часть приходится именно на кредиты вот такого рода, до 30 миллионов тенге. И я вам просто скажу на вскидку, что эта сумма составляет менее 2 миллиардов долларов. Теперь о средствах. Где взять деньги? Я хочу вам напомнить, что ежегодно Нашултан Назарбаев заливает в свои банки не менее 10 миллиардов долларов. Заливает безвозмездно. Что значит свои банки? Вы все прекрасно теперь знаете, что не менее 90% банковского сектора принадлежит Насултан Назарбаеву и его приближенным. Ну, был БТА-банк, был Казком. Это были разные банки. Они съедены. И сейчас БТА-банк интегрировался в Казком, а Казком ушел Халык-банк. Халык-банк это владелец зять Насултана Назарбаева, Тимур Гулебаев. И обратите внимание, что в 2017 году Назарбаев влил Казком 2,4 триллиона тенге, только официально, еще другие способы были вливания денег. 8 миллиардов долларов безвозмездно. И затем этот банк как бы покупает его зять Тимур Гулебаев за 2 тенге. 8 миллиардов долларов раз и нету. Все эти деньги списаны из бюджета страны. Ну, были еще средства, куда вливались деньги государства. Это РБК-банк и другие банки. То есть, я вам просто хочу напомнить, что каждый год Насултан Назарбаев вливает в свои банки не менее 10 миллиардов долларов, и они там бесследно пропадают. Почему те, кто говорит о так называемой социальной несправедливости, почему деньги заливаться будут, списываться кредиты ипотечникам, тем людям, которые пострадали от двух девальваций, пострадали, что в результате этого они потеряли рабочие места, пострадали от неграмотного действия Насултана Назарбаева, пострадали от коррупционного режима, почему они в одиночку должны нести груз всех этих проблем, и почему Насултан Назарбаев может ежегодно только через банковский сектор красть свыше 10 миллиардов долларов, и наш народ молчит. Почему здесь не говорится о социальной несправедливости, когда вся политическая верхушка тащит из бюджета страны миллиарды, а вы молчите, и когда речь со стороны штаба демократического выбора Казахстана идет о поддержке тех людей, которые пострадали в результате двух девальваций подряд, вы почему-то вспоминаете о справедливости. Поэтому я просто вам показываю, что денег в стране много, вот даже на примере банковских вливаний. И еще для информации я уже несколько раз озвучивал, что по этому году в результате роста цен на сырье бюджет страны получит дополнительные, свыше 10 миллиардов долларов, дополнительные, те деньги, которые даже не планировались. Ну, сейчас же Назарбаев все время говорит о кризисе. Кризис у него все время, период его руководства страной все время кризисы. То азиатский кризис, то ипотечный кризис, то еще какой-то кризис. У него непрерывно весь его период управления одни кризисы. А при этом кризис очень у него интересный. Страна у нас падает, народ беднеет. И при этом кризисе у нас список миллиардеров. Форбс растет. И основная часть в этом списке родственники Назарбаева. По прошлому году его зять Тимур Кулебаев и его дочь Динара разбогатели на 2.1 миллиард долларов. Это как получается? Вся страна беднее, кризис. Одна семья, только одна семья. А у него еще и брат его есть младший, племянники и все прочее. И только одна семья в лице Тимура Кулебаева и Динары богатеет на 2.1 миллиард долларов. Вы не задумывались? Что за один год? Что такое 2.1 миллиард долларов? Это фактически все ипотечные займы всех тех, кто страдал и страдает от двух девальваций. Как же так получается? Говорится о кризисе, о двух девальвациях и все прочее. При этом только за один год одна семья из многочисленных семей Султана Назарбаева богатеет официально 1.1 миллиард долларов. Далее. Общее состояние только официальное Кулебаев около 7 миллиардов долларов. И они всего этого добились за последние какие-то годы в условии кризиса. Как может быть так, что вся страна беднеет и только одна семья, а их опять же много, многочисленных семей Султана Назарбаева, только одна семья имеет состояние только официально около 7 миллиардов долларов. Поэтому все эти разговоры о том, что денег нет, откуда вы возьмете деньги, это пустые разговоры. Вы обратите в свой взор на эту нашу политическую верхушку и поймете, что денег в стране не просто достаточно, денег много. И мы можем решить все проблемы. Все проблемы. Еще раз я хочу напомнить вам, что экспортные предприятия во всем мире, при том, там, где уровень жизни значительно дороже, чем в Казахстане, где себестоимость добычи нефти значительно дороже, чем в Казахстане, например, в США, Норвегии и так далее, а у нас очень низкая себестоимость добычи нефти относительно этих стран, нефтяники получают в среднем свыше 10 тысяч долларов в месяц. Наши 300-500 долларов. Ну, 100-150 тысяч тенге в среднем. Как такое может быть, что один и тот же товар продается на мировой рынке, по мировым ценам. И люди, которые работают на этих предприятиях, получают мизерные средства, получают зарплату в 30-40 раз меньше, чем их коллеги на мировых рынках. Кто-то скажет, что наша нефть плохая. Это ложь. Наша нефть продается по мировым ценам. Кто-то говорит, что у нас себестоимость плохая. Это ложь. Наша нефть имеет себестоимость ниже среднего относительно других стран. Поэтому, когда мы говорим, что вот это какая-то несправедливость, несправедливость рядом с вами ходит, когда наши учителя получают заработную плату в среднем около 100 тысяч тенге, это около 300 долларов, а их коллеги в Швейцарии получают свыше 8 тысяч долларов. Вот она где несправедливость. И несправедливость заключается в том, что крупные компании, нефтедобывающие, крупные горнодобывающие, производящие золото, медь, сын, свинец и так далее, контролируют семья Назарбаева и его ближайшее окружение, и десятки миллиардов долларов уходят мимо бюджета страны. Эти активы безвозмездны ими присвоенными. И когда кто-то меня хочет убедить, что денег нет, откуда вы возьмете деньги, выходите и покажите мне, откуда эти деньги появляются у этой семейки, откуда эти деньги появляются у этой политической верхушки. И тогда вы поймете, что все ваши разговоры, они пустые, денег много в стране. И поэтому, когда мы озвучиваем, что ипотечные займы, именно единственное, фактически, жилье этих людей, средний класс и ниже, мы можем списать, помочь этим людям, это первый шаг на пути к справедливости. Когда демократический выбор Казахстана придет к власти, я уже озвучивал, мы конфискуем собственность, но султана Назарбаева и его ближайшее окружение. Не будет, как в семнадцатом году, красный и белый, когда все будет национализировано. Нет. Все, кто распространяет такие разговоры, лгуны, они работают на этот режим, они как бы критикуют демократический выбор Казахстана. Вся их риторика направлена все время не против власти, а против развития демократического выбора Казахстана, вы их знаете. Те, кто такие слова говорит, пишет посты, и вы можете легко определить, как только они начинают говорить такие слова, под видом справедливости, под видом критики, это на самом деле представители власти замаскированы, якобы, что они оппозиция. Итак, я вам просто говорю, что вот десятки миллиардов долларов будут конфискованы именно на султана Назарбаева и в ближайшее окружение. Нет небогатых бизнесменов. Они у нас тоже есть в стране. Это хорошо. Я уже озвучил и объяснял, что не все богатые люди олигархи. Олигархи это те, кто присваивает государственную собственность, используя государственные рычаги, находясь при власти и действуя вместе с властью. Поэтому олигарх у нас, но султан Назарбаев со своими ближайшими родственниками рядом бизнесменов, как вот, в кавычках, бизнесменов, как Машкевич, ну, Тимуратов, его племянники, Тимур Кулебаев, там и так далее, список известен. И в основном они в большей степени лидируют в спиртский Форбс. Это олигархи. Именно у них произойдет конфискация их активов, как украденные у государства. И это будет сумма. Превышать все наши расходы, которые мы собираемся направить на социальную поддержку населения и восстановить частично акт справедливости, а не для того, чтобы проводить какие-то популистские реформы. Здесь популизма нет. Итак, я возвращаюсь снова к ипотечным займам. Я вам называю цифру. Все мои оппоненты, которые хотят потренироваться в критике, вы сначала почитаете статические данные, поизучаете, а потом приходите, не говорите огульно. Итак, ипотечных займов в стране 1.1 триллиона тенге, это по официальным данным порядка 3 миллиардов долларов. И поэтому я вам говорю, что мы легко можем списать около 2 миллиардов долларов тем людям, которые пострадали от действий правительства и у них забирает ипотечное жилье. Это непосильное давление на этих людей, когда эти ставки высокие, когда прошли 2 девальвации, когда нет работы. Это непосильное давление, организованное правительством Нурсултана Назарбаева. И поэтому мы эти проблемы просто решим. Сейчас бюджет страны порядка около 30 миллиардов долларов. Это республиканский бюджет. В 2014 году бюджет со страны составлял около 50 миллиардов долларов США. И когда я говорю, что мы, как правительство ДВК, придя к власти, добьемся удвоения размера бюджета, это очень простая задача. Более того, в 2014 году у нас бюджет страны был около 50 миллиардов долларов. И вы понимаете теперь, что мы без особого напряжения удвоим размер бюджета и он будет составлять порядка 60 миллиардов долларов. То есть у нас появится дополнительный 30 миллиардов долларов. Соответственно, даже мы не говорим о конфискации активов Нурсултана Назарбаева, конфискации именно его банков. Кто-то там говорит, что национализация всех банков, якобы Абляс говорит, это ложь, это люди работают на режим под видом того, что критикуют режим. Я даже эту часть конфискованную, которая будет отправлена в доход государства, не считаю. У нас бюджет страны без особого проблем в течение двух лет просто удвоится. Поэтому, когда мы получим дополнительные 30 миллиардов долларов, а источники я уже показывал, показывал расчеты, как будет работать экспортоориентированные предприятия, как увеличится налоговое поступление, этих предприятий, которые сейчас крадутся из бюджета страны. Я объяснял, что механизм очень простой. Достаточно нам добиться, чтобы работники на этих предприятиях получали не 100 тысяч тенге, а около миллиона тенге, у нас доходы бюджета существенно вырастут. Вырастут только за счет подоходного налога на физических лиц. Я сейчас не буду углубляться, рассказывать детали, но это я уже много раз озвучивал. Вы просто, все те, кто сомневается, могут попытаться разобраться тех цифр, которые я уже озвучивал, и только после этого пытаться критиковать, но уже конструктивно, на основе каких-то данных и цифр. Поэтому закрыть ипотечный кредит это вообще не проблема. Теперь дальше. Вчера на прямом эфире я озвучил по поводу потребительского рынка кредитования. Я озвучил, что общий объем всех кредитов порядка 4,7 триллиона тенге. Это порядка 13 миллиардов долларов. Вдумайтесь, всех это ипотечные займы, это потребительское кредитование, это кредиты физическим лицам на разные цели. Всего лишь порядка 13 миллиардов долларов. Вот этот весь объем. Но вы вдумайтесь, потребительское кредитование у нас имеет свыше 8 миллионов человек. Взрослое рабочее население менее 10 миллионов человек. Фактически получается, что каждый гражданин Казахстана за кредитовым за кредитовым на потребительское кредитование. То есть эта тема волнует каждого. Я так скажу. И обратите внимание, всего цена вопроса физических лиц, ипотечные, и потребительское кредитование порядка 4,6-7-7 триллиона тенге. Это 13 миллиард долларов. И вы видите, что эту тему, проблему, можно было давно решить. Кардинально. Кардинально можно было решить так, чтобы люди получали достойный доход, и тогда таких потребительских кредитов по высокой ставке не было. Но этот режим не заинтересован, чтобы люди получали высокий доход. Он заинтересован, чтобы люди были бедные, все время не поднимая головы, думали, как погасить кредит, не думали о политике, не думали о том, что султан Назарпаев у власти находится практически 30 лет, что он везде расставил своих родственников и безмерно обогащается, используя свое государственное служебное положение. Вот чего он добивается. И понятно, что когда весь рынок потребительского кредитования, ипотечных займов и кредитов физических лиц всего лишь 4,6-4, триллиона тенге, 13 миллиардов долларов, то это вообще смешной вопрос. Вчера там кто-то опять же меня критиковал, говорил, что Аблязов популист. Но когда вы произносите такую фразу, вы должны вооружиться цифрами, вы должны знать, что перед вами сидит человек, который оперирует цифрами, фактами и отличным знанием экономики. Любой человек, который такую фразу говорит, это просто неподготовленный, непрофессиональный человек. Понимаете? Вот я вам эти цифры даю, чтобы вы посмотрели и осознали. Каждый год банковскую систему, но султан Назарбаев заливает около 10 миллиардов долларов, крадет их, а тут весь рынок, ипотека, физические лица, которые берут кредит на разные цели, потребительское кредитование, которое накоплено за многие годы, составляет всего лишь 4,6-4,7 триллиона тенге, порядка 13 миллиардов долларов. Вдумайтесь, он за один год ворует эти деньги. Теперь о потребительском кредитовании. Весь объем 2,9 триллиона тенге, порядка 8,5 миллиардов долларов. Еще раз вдумайтесь, более 8 миллионов человек имеет кредиты всего лишь 2,9 триллиона тенге. Это звучит страшно, звучит сильно, звучит как будто это очень большая сумма. А когда вы его переводите в доллар, всего лишь 8,5 миллиардов долларов. Но султан Назарбаев только за один год через банки крадет свыше 10 миллиардов долларов. А здесь более 8 миллионов человек, более 8 миллионов человек имеет кредитов суммарно на 8,5 миллиард долларов. Вдумайтесь, более 8 миллионов человек каждый день мучаются как закрыть кредиты, как прожить, как оплатить образование детей, как вообще снять что-то, аренду, какое-то жилье, покрыть какие-то свои самые минимальные потребности. Более 8 миллионов человек имеет суммарно кредитов около 8,5 миллиард долларов. А тут один человек каждый год 10 миллиардов заливает, крадет, и вы даже этого не замечаете. Именно поэтому, когда мне задают вопрос, где взять деньги, я говорю, вот они, они рядом с вами, они каждый год просто крадутся только в банковском секторе, я назвал цифру, но вы же знаете, что они происходят, эти кражи на землях, на строительство дорог, на строительство различных железных дорог, а теперь я вам скажу важную вещь, когда я говорю о железной дороге. Вот группа компаний Comfort Holding, около 11 предприятий, стоимость этого предприятия миллиарды долларов, миллиарды, не просто один или два, миллиарды, она просто украдена у железной дороги за сумму около 50 миллионов долларов, при этом группа предприятий приносит несколько сот миллион долларов в год. Просто украдена. Кем она украдена? Опять же украдена султаном Назарбаевым при помощи своего подельника Тимура Кулебаева, который по прошлому году разбогател более чем на 2 миллиард долларов. Когда кто-то меня спрашивает, где взять деньги, я говорю, они вот они. И каждый день они уводятся, уводятся и крадутся семьей, активы на миллиарды долларов. Поэтому вообще решить проблему, закрыть кредиты потребительские на сумму 8,5 миллиард долларов вообще не вопрос. Для бюджета нашей страны мы даже удваиваем размер бюджета, то есть вместо 30 будет 60 миллиард долларов в течение двух лет. Мы даже этими деньгами решим себе проблем. Что мы решим в этом случае? В этом случае эти деньги хлынут в банки. Банки вернут свои деньги, которые многие из них еще и проблемные. И когда в банковском секторе станет много денег, вы знаете закон рынка, когда довольно нового товара становится много, а деньги тоже товар, избыток приводит к тому, что цены, спрос на них падает. Что значит спрос падает? Значит деньги будут выдаваться банками уже не по 24-25 процентов, а существенно ниже. То есть у нас автоматически упадут банковские ставки, потому что денег в стране резко станет много. Во-первых, во-вторых, что вы знали, сразу же эти банки заплатят налоги на прибыль порядка 20 процентов. Поэтому когда правительство обливает деньги в банки, списывает кредиты населению, минимум 20 процентов сразу возвращается правительство обратно, сразу в виде налогов. В виде налогов только налог на прибыль, не говоря уже других налогов. Поэтому когда кто-то будет меня критиковать и говорит, что это популистский шаг, я отвечу так. Критикуйте цифрами, попытайтесь убедить аргументированно. Я уверен, что никто, кроме популистская реформа, не сможет ни одного слова больше аргументированно произнести. Ни правительство, ни те, кто пытается поставить под сомнение наши планы. И еще хочу повторить. Когда речь идет о несправедливости, о том, что кому-то списывает, кому-то не перепадает такого рода помощь, я хочу заявить, что у нас много разных планов и реформ. И те средства, которые украдены политической верхушкой, они так или иначе будут возвращаться населению. Через списание кредитов, ипотечных, потребительских, через увеличение размера заработных плат, через увеличение размера пенсии. Так или иначе деньги будут перераспределены по максимуму среди всего народа. В этом будет заключаться социальная справедливость. Большее, не просто большее, вопиющее несправедливость заключается в том, что миллиарды долларов крадутся на ваших глазах и я не слышу о социальной несправедливости, не слышу масштабной критики действующего режима и не слышу о том, что вот она несправедливость, как же так, что политическая верхушка, пользуясь своим служебным положением, расхищает деньги народа и мы молчим. Но мы начинаем критиковать тогда, когда движение демократические выборы Казахстана показывает эти ресурсы и говорит, что это вполне решаемое, при том, в течение одного года тут начинается идти критика. Хотел бы напомнить, что те или иные проблемы, они кажутся огромными сложными, неисполнимыми. Но смотрите, я один пример приведу. В стране у нас студентов выше учебных заведений среднеспециальных около миллиона. Из них иногородних именно только выше учебных заведений 203 тысячи. И правительство заявляет, что нуждающихся в общежитии всего 17 с половиной тысяч человек. Но как может быть так, что иногородних 203 тысяч человек, а нуждающих всего лишь 17 с половиной. Якобы там какой-то части общежития отдали. Мы говорим, что эту проблему можно решить кардинально. Каждому студенту иногороднему, тот, кто действительно нуждается, а мы оцениваем число не 17 с половиной тысяч, а минимум 100 тысяч, если выделить по 30 тысяч тенге, на период обучения, это бюджет у страны обойдется менее 100 миллионов долларов. Когда только по этому году избыток денежных средств составляет свыше 10 миллиард долларов, что такое 100 миллионов долларов для решения проблемы жилья 100 тысяч студентов, эти студенты ищут себе работу, ищут работу в условиях тогда, когда в стране ее нет, когда только по официальным данным около двух с половиной миллиона человек числятся самозанятыми, когда реально это безработный, когда в нашей стране просто в принципе проблему найти работу, даже квалифицированную человеку, как эти студенты могут найти себе подработку, чтобы оплачивать учебу и решить вопрос жилья. Это целая трагедия у семей. Цена вопроса всего лишь 100 миллионов долларов. И когда все эти трудности звучат, когда Назарбаев говорит, что вот это сложно, трудно, вы видите, что этот вопрос решается мгновенно. И таких проблем в стране тысячи, которые отравляют вашу жизнь, они разрушают семьи, они отнимают ваши жизни, потому что ваши дети не получают должного лечения, они попадают в аварию за плохих дорог. Цена этого вопроса небольшая, деньги в стране есть, нам нужно сменить режим, остановить коррупцию, и денег в стране достаточно для решения этих проблем, и вы будете удивляться, как же так, как же так, вчера нам говорили, что решается, это так тяжело, ваше сознание вошло, уже, что мы не можем этих решить, у нас нет денег, даже то, что в Европе, в ведущих странах мира, образование высшее является бесплатным, бесплатным даже для иностранцев, у многих из вас вызывает недоумение, отторжение, типа не может быть, бесплатный не может быть хорошим, вы забываете, что бесплатное образование в Казахстане у нас было всегда, даже период независимости в 90-х годах оно тоже было бесплатным, и только приблизительно в начале 2000-х годов, шаг за шагом, но султан Назарбаев присвоил активы, связанные с образовательными учреждениями, и шаг до шагом добился того, что сознание многих людей вошло, что за образование мы должны платить, чтобы мы хорошо учились, хорошо работали, оказывается, за это надо платить, при этом получать зарплату на уровне 100 тысяч тенге, и еще это оплачивать. Зайдите в интернет, забейте гугл, страны Германии, Франции, Италии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Греции, Чехия, и вы убедитесь, что все эти годы этот режим вас не то что обманывал, но оболванивал, и ваше сознание вошло, то, что у вас нищенская жизнь, и вы должны при этом за все платить, за такие вещи, которые давно в Европе не платят, и мы не платили, поэтому когда меня спрашивают, говорят, что программы, почему программы ДВК много именно направлены на социальные вопросы, я говорю так, мы восстанавливаем справедливость, мы ориентируемся на те страны, которые были вместе с нами в Советском Союзе, Латвия, Литва, Эстония, мы ориентируемся на те страны, которые были в Советском Блоке, Чехии и Польши только в 89-90-м году ушли из-под крыла Советского Союза, и они нас далеко обошли, далеко, и ориентируясь на них, мы просто используем их стандарты, когда рядовой полицейский в этой стране свою заработную плату начинает получать от тысячи долларов, а не как наш, порядка двухсот долларов, в пять раз больше, тогда где они берут эти средства и задают мне этот вопрос, вот Аблязов популист, откуда он возьмет деньги? Я задаю встречный вопрос, почему деньги находятся в маленькой Эстонии, которая вчера была вместе с нами в Советском Союзе, у которой нет нефти, газа, сырья, вы не задавали себе вопрос, почему Эстония это может делать? Почему Чехия, у которой выхода к морю нет, может делать? Почему Польша это может делать, у которой тоже нет таких ресурсов? Ответ простой. Они могут делать, потому что у страны есть возможности. А мы можем сделать, потому что у нашей страны не просто есть возможности, у нас больше возможностей. Я вам показываю, Каким образом эти средства расхищаются и как можно и нужно их правильно распределять. Именно тогда, таким образом мы говорим о справедливости. Именно тогда, когда я сравниваю заработную плату учителя, который у нас получает максимум 300 долларов, а в Швейцарии свыше 8 тысяч долларов в месяц, я вам показываю, что мы имеем эти средства. И даже если мы сейчас, на этом митинге 6 июля, будем требовать, чтобы зарплата учителей поднялась до 300 тысяч тенге, это порядка 900 долларов, это будет в десятки раз меньше, чем то, что имеет учитель в Швейцарии, в стране, где нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни металла. Только интеллектуальный потенциал. И этот интеллектуальный потенциал мы должны создать. Именно поэтому мы все эти программы озвучиваем, ориентируясь на то, что эти средства есть и ориентируясь на то, чтобы социальная справедливость была восстановлена. И мы говорим в том числе, что социальная справедливость, законность будет восстановлена путем конфискации ворованных активов Нурсултана Назарбаева и его приближенных. А у них такого актива и имущества на десятки миллиардов долларов. Мы безусловно эти средства направим, чтобы шаг за шагом восстановить социальную справедливость, перераспределить деньги между нашими гражданами. И таким образом мы должны стабилизировать экономическую ситуацию. И чтобы наши люди расправили свои крылья, не могли думать о выживании, а могли думать о будущем нашей страны, об образовании детей, о строительстве нового государства. Думать о законности и не думать о том, как выжить до завтрашнего дня. Вот в этом, собственно, и направлена наша деятельность, деятельность демократического выбора Казахстана. Именно поэтому мы много пишем различные социальные программы, потому что у нашей страны есть такие возможности, чтобы это решить проблему. Поэтому я хочу еще раз озвучить сегодня в прямом эфире. Демократические выборы Казахстана спишут все потребительские кредиты гражданам страны. Абсолютно все. Их размер всего лишь 2,9 триллиона тенге, если в доллар, 8,5. Это сумма подъемная для нашей страны. Мы, как я говорил, у нас сейчас бюджет страны, республиканский бюджет порядка 30 миллиардов долларов. Мы его удвоим. У нас будет сумма минимум 60 миллиардов долларов. Вот вам ответ. Как это сделать, я уже объяснял. Теперь о предстоящем митинге 6 июля. Как вы знаете, 23 июня режим Назарбаева заблокировал все площади для проведения митинга за бесплатное образование. И мы 23 июня обращались к полицейским. Говорили, что наши сторонники, помимо всего прочего, выходят с требованием поднять заработную плату полицейским, чтобы там не было коррупции, чтобы они защищали наших граждан, чтобы в стране была законность и порядок. Власть не дала нам возможность провести этот митинг. Но я могу сказать, что количество людей, которые шли на эти места, которые мы объявили, было минимум 10 раз больше относительно первого митинга ДВК 10 мая. И теперь мы будем проводить эту акцию 6 июля. Но в этот раз, кроме наших лозунгов за бесплатное образование и поднять зарплату полицейским, мы добавляем новые требования. Новые требования заключаются в том, что правительство должно списать размер кредитов потребительских. Всем! Более 8 миллионов человек имеет потребительские кредиты. И правительство обязано их списать из тех сверхдоходов, которые сейчас приходят в бюджет страны. Более 8 миллионов человек сразу, на момент, решат все свои проблемы. Это первое. И в том числе мы будем требовать, чтобы были списаны ипотечные займы на недвижимость, жилье до 30 миллионов тенге. Это часть программы демократического выбора Казахстана. И такие возможности, как я уже говорил, у страны есть. Это плата, возврат, ущерба, которое нанесло правительственному султану Назарбаеву двумя девальвациями. Это восстановление социальной справедливости, в принципе, справедливости за свои преступные действия со стороны именно этого режима. Ответ очень простой. Поэтому, уважаемые сограждане, я призываю вас 6 июля прийти вместе с нами на митинг в те места, которые правительство объявило, что будет в этих местах проводить День столицы, Астана. И очевидно, что в этот раз все эти площади будут открыты. Мы можем свободно прийти и там организоваться и объявить свои требования. Я в течение этой и следующей недели буду более детально выступать, рассказывать, как мы будем выступать на этих митингах, как мы будем действовать, как мы будем разворачивать свои плакаты. Но сейчас я озвучиваю. 6 июля мы будем добавлять требования. Списать все кредиты потребительские для нашего населения, более 8 миллионов человек раз, и списать ипотечные займы на недвижимость около 30 миллионов тенге. Я обращаюсь к вам, уважаемые заемщики, вас более 8 миллионов человек. Вы обязаны прийти на этот митинг, обязаны поддержать эти требования, если вы хотите улучшить свою жизнь. Если вы не хотите, конечно, вы можете не прийти. Но если вы хотите изменений, а я вам как экономист, как бизнесмен, как политик говорю и показываю, что средств в стране достаточно на решение этих проблем. И все те, кто будет говорить, что я популист, они лгуны, они работают на этот режим. Я думаю, что среди них заблуждающиеся есть. Я их направляю к своим публикациям, я их направляю и даю информацию, что каждый год в банковском секторе пропадает бесследно деньги государства свыше 10 миллиардов долларов. И если они осмыслят это, они поймут, что денег в стране достаточно. А все те, кто не осмыслит, я считаю, что они просто сторонники Дуртултана Азарбаева. И поэтому мы их слушать не будем. Я прошу наших сторонников сообщать нашим админам в чате Телеграм, активист ДВК. Можно отправлять мне на Facebook, в Instagram информацию о том, каким образом местная власть будет проводить акцию, так называемый День города, 6 июля. Чтобы мы знали место, детали, какие концерты, кто будет выступать. И исходя именно из этих знаний, мы правильно организуем именно наш митинг. И власть не сможет нам препятствовать. Я призываю вас, 6 июля, сказать нет, но султану Азарбаеву и потребовать свое от этого правительства. Потребовать то, что вам принадлежит по праву. Все национальные богатства страны принадлежат всем гражданам страны, а не одной из семейки. Салон Азар, до встречи завтра в эфире. Я буду выступать и на Facebook, и в Instagram. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!